срочно перестаньте это есть это знаете как три всадника апокалипсиса глютен сахар и молочка скоро предстоит уроза это может быть сбалансировано по крайней мере те приемы пищи которые у нас есть да их можно сделать сбалансированными от таких диет где демонизируются углеводы демонизируется жиры до происходит перекос шлаков вообще медицинец не существует это не научное понятие нет если вы замечаете что у вас запугивают какими-то вот такими манипулятивными до фразами токсины у вас паразиты вам нужно почистить а вы чувствуете что у вас это вызывает какой-то страх то не нужно каждый второй мой знакомый если что-то происходит сразу делает капельницу это популярные пережитки совет как это сформировалась просто у нас ты не можешь сбросить вес из-за гормонов если разбирать причины набора веса то эндокринные там порядка пяти десяти процентов всем привет я тимур балымбетов очень рад вас видеть себя на канале и очень надеюсь что вы подписаны хочу вам сказать о том что смотреть нас можно не только здесь нас можно также слушать на всех аудио подкаст платформах а теперь еще и в приложении изи изи это оператор развлечений помимо наших выпусков там также есть фильмы музыка игры и так далее все это абсолютно бесплатно мы сегодня с вами встречаемся с потрясающим специалистом который я думаю ответит на многие наши с вами вопросы касательно питания я не просто так пригласил сегодняшнюю свою гостью я заметил что часто в комментариях вы стали мне писать о том что мне пора похудеть и вот задумался как это сделать правильно потому что даже мой тренер в спортзале говорит что без питания невозможно скорректировать вес будем разбираться как это правильно сделать а также постараемся разрушить наверное некоторые мифы которые засели в наших с вами головах и социальных сетях и так у меня сегодня в гостях врач нутрициолог магистр медицинских наук анастасия колпакова добро пожаловать анастасия спасибо большое что приняли приглашение я действительно не лукавлю когда говорю о том что вопросов очень много не только у меня но и у зрителей мне больше хотелось на них ответить но для начала я хочу у вас узнать прочел что вы работать точнее не работаете а стаж ваш начинается с отчет начинается тысячи 2014 года это 9 лет ну да почти почти именно нутрициологом вы работаете 9 лет да получается что так расскажите как становится нутрициолог где получают образование ну на самом деле я учаюсь в университете я не планировала становиться нутрициологом я заканчивал факультет общественное здравоохранение мы изучали профилактические дисциплины лечебное питание и окончив университет у меня была цель продолжить дальше учебу магистратуре и я думала ну поработаю год где-нибудь связаны с медициной потом поступлю дальше будет видно и получилось так что мне пригласили в частный медцентр но я занималась медицинской статистикой и там появилась должность организации лечебного питания то есть был стационар при этом медицинском центре и необходимо было разработать по лечебным столам меню ну и директор сказал ну раз ты училась ты знаешь давай попробуешь ну я сказала давайте да я попробую было сложно волнительно и потом я задумалась о том что можно было бы как-то расширить свои компетенции и попробовать в вопросах коррекции веса обучиться ну и постепенно шаг за шагом я проходила и повышение квалификации здесь наших медицинских университетах в зарубежных университетах онлайн проходила обучение в санкт-петербурге тоже проходила по спортивной нутрициологии то есть вот такой вот снежный ком до из образования и постепенно шаг за шагом я уже больше ушла так в частную практику лечебное питание конечно осталось моим таким профилем работы то есть людьми у которых есть какие-то определенные заболевания но по большей части это пищевые привычки коррекция веса то есть такими запросами чаще всего ко мне приходят на прием и обращаются за помощью понял вас хочу немножко отмотать вы упомянули словосочетание лечебный стол я вижу его у вас в stories тоже вам что-то задают лечебный стол 5 4 что это значит ну в прошлом столетии еще в советское время до пациентам назначались лечебные столы при язве желудка это первый стол 1 а 5 стол но настоящее время они устарели то есть они у нас еще в законодательстве закреплены потому что по ним расписывается в государственных учреждениях меню лечебное выделяется финансирование но они слишком такие ограниченные по списку до исключения до по рациону и нет обоснований в таких ограничениях то есть вот у нас самый популярный пятый стол что это такое что наверное все и для кого он да да он такой обширный это в основном заболевания желудочно-кишечного тракта которым относятся холецистит панкреатит там 5 п вариант есть для него и ограничения такие обширные то есть если в современном мире взять рекомендации той же британской ассоциации диетологов где научно доказательные эффективные до рекомендации какие ограничения только жирная жареная пища алкоголь ну и какие-то индивидуальные ограничения если у человека например сдутие на бобовые то мы это ограничиваем что происходит у нас у нас каждому пациенту с холециститом назначается пятый стол и там список такой что нельзя жирную рыбу молочные продукты определенной жирности исключаются при этом бобовые тоже попадают в ограничение определенные крупы пшенная перловая то есть нет таких оснований и пациенты в растерянности не врач назначил пятый стол я думаю я тут смотрю в интернете что мне делать я не знаю как быть как питаться да потому что но все равно ну это такая достаточно стрессовая информация да тут тебе еще диагноз поставили и еще запретили есть большой перечень продуктов поэтому да я говорю о том что сейчас нет необходимости каждый конкретный диагноз требует определенных ограничений и они вот не такие большие на самом деле хорошо спасибо потому что я вот увидел как говорил уже у вас в инстаграме и стал думать что это такое решил спросить сам не стал гуглить сегодняшнем выпуске мы будем много говорить о балансе и здоровом питании я думаю все мы понимаем что на нас влияют как внутренние так и внешние факторы и в первую очередь экология нашей с вами планеты в связи с этим у меня вопрос вы когда-нибудь задумывались о том что даже покупая технику в дом вы можете помогать окружающей среде компания samsung которая уже 17 лет является номером один на рынке производства телевизоров по данным он где очень серьезно подходит к данному вопросу например вы знали что samsung использует переработанные материалы в производстве пультов и задних частей телевизоров а еще компания переходит на солнечные батареи в пультах а это значит меньше загрязнения почвы от неправильной утилизации использованных аккумуляторов отдельного упоминания заслуживают эко коробки телевизоров samsung которые не только сделаны из переработанных материалов но и могут быть использованы для различных целей о которых вы можете узнать на вот этом сайте согласитесь приятно осознавать что ваш новый мощный сверхтонкий или ультрамодный умный телевизор еще и не вредит нашей планете все это и многое другое в телевизорах samsung выбирайте свой по ссылке в описании подскажите мне пожалуйста частый вопрос который даже я запускал опросник вопросы нутрициологу готовясь к этому интервью часто возникающий вопрос какая разница между нутрициологом как специалистом и диетологом как вы отвечаете это хороший вопрос на самом деле и я даже своих подписчиков просвещаю и говорю если вы идете к специалисту спрашиваете какое у него образование в чем вообще отличие то есть диетолог это всегда врач это специалист который пять лет учился на факультете общая медицина два года интернатуры резидентуры у нас нет конкретной узкой резидентуры по диетологии но обычно она идет вместе с гастроэнтерологии при некоторых детских терапевтических дисциплинах тоже приписывается нутрициолог это априори не врач это человек который работает с здоровыми людьми который не ставит диагнозы не назначает лечение но врач может быть нутрициологом да то есть пройти курсы и в целом в рамках своей компетенции давать рекомендации нутрициолог вернее человек без медицинского образования он не может стать диетологом если сравнивать например америку да в турции есть факультеты где я подготавливать диетологов это не врачи ну вот диетологи они могут работать в клинике работать с пациентами которым нужно лечебное питание но у нас по правилам такого не прописано да и в целом нутрициолог пока это неофициальная дисциплина неофициальная специальность к сожалению нет каких-то наши систем нет каких-то алгоритмов для лицензирования этой специальности до для аккредитации и у нас каждый как каждый суслик агроном да можно и двухнедельный курс пройти сказать что я нутрициолог можно как я пять лет отучиться два года магистратуре еще изучать лечебное питание и писать диссертацию по этой теме и потом проходить курсы ну то есть нужно понимать что все таки если вы хотите обратиться к нутрициологу это должен быть человек который прошел какие-то долгосрочные курсы где информация поддавалась на основании доказательной медицины где была хоть какая-то практика до чтобы не практиковать сразу выходя после получения какой-то корочки диплома сертификата и это мой вопрос тоже я думаю что я в подготовке попытался найти нескольких специалистов честно говоря просто листая различные аккаунты в инстаграме я понял что но это какая-то золотая жила честно говоря так много людей называют себя нутрициологами но просто пролистав посмотрев несколько постов ты понимаешь что здесь никакой связи не с наукой не с доказательной медицины нет поэтому я хочу спросить нутрициология это наука то есть она основывается на научных данных исследованиях или же это вот условно вы говорите что там лечебные столы до сих пор советские то есть мы до сих пор этим наследием пользуемся что-то там было хорошо а что-то с ваших слов уже не соответствует действительности нашей объективной как тут быть то есть где где брать где вы берете научные данные если вам они нужны касательно нутрициологии а есть британская ассоциация диетологов они достаточно хорошую информацию выдают и для пациентов то есть простым языком они обучают тому как до пациента донести информацию если у него например язва 12 перстной кишки как ему сказать что вы можете есть что не есть да какие рекомендации дать а есть все врачи знают этот сервис up to date то есть это сгенерированные наверное все научные исследования и если мне нужно дать пациенту рекомендацию например как ему питаться при холецистите я просто пишу холецистит и смотрю все последние исследования которые качественные потому что у нас есть абсолютно некачественные исследования которые проведены на мышах на трех людях и конечно мы их не можем брать за основу чтобы давать рекомендации пациентам а бывает так что не совсем компетентные специалисты могут такими статьями манипулировать и говорит вот у меня есть исследование смотрите я основываюсь на доказательную информацию здесь нужно быть еще специалистом который разбирается в этих исследованиях поэтому я рекомендую все-таки ориентироваться на рекомендации которые публикуют всевозможные ассоциации педиатрическая до кардиологическая американские можно ассоциации брать за основу потому что там рекомендации основаны действительно на качественных исследованиях они проверены они сгенерированы да и вот такой вот симбиоз науки и практической значимости она публикуется и я специалистам рекомендую оттуда брать рекомендации а самому что-то не пытаться придумать потому что это может такие дебри завести на самом деле ну да да я уже посмотрел на это со стороны понимаю как это может выглядеть хочу спросить вы немножечко уже это упоминали на самые частые причины обращения к вам что это обычно чаще всего это коррекция веса на втором месте это запрос я хочу просто разобраться как выглядит здоровое питание хочу нормализовать для своей семьи как-то готовить до чтобы все было по канонам зож скажем так еще одно направление это когда могут обращаться с перееданиями то есть да есть какой-то проблематичный вопрос с весом но при этом вперед выходит у меня переедание постоянные мысли о еде то есть такие какие-то но эмоционально психологический до запрос скажем так а бывает когда с детьми обращаются но я здесь перенаправляю к педиатрам которые имеют специализацию диетолога а это не ваш профиль да я работаю с подростками с 12 лет уже детский формат конечно я разбираюсь в базовых основах питания детей но там есть нюансы до работа с родителями работа семьей нужно учитывать и другие факторы то есть не всегда капризы в отношении питания это просто характер ребенка ребенка иногда это какое-то избирательное поведение которое является симптомом какого-то заболевания поэтому да это это уже к педиатрам диетологам в таком формате лучше работать скажите мне вот какое-то время назад когда я впервые но хотя это уже очень много лет назад когда я впервые сел на диету скажем так и и у меня получилось я помню что помогло мне то что мой товарищ который мне все объяснял скажу не нужно относиться к этому как к диете которую ты будешь держать там 30 дней или 60 дней а просто меня и стиль жизни то есть вот теперь ты так питаешься и и тогда это не будет в тягости это будет работать обычно это работает с пациентами с клиентами которые обращаются это работает но иногда приходится вести профилактическую беседу потому что у нас многие приходят с такими не совсем адекватными целями я хочу сбросить 10 килограмм за две недели или корпоратива да как у нас обычно свадьбе да к отпускному периоду то есть здесь я объясняю что нет быстрые результаты во первых мы ставим целью снизить количество жира в теле они просто до увидеть на весах от вес это можно из потери жидкости увидеть такой результат это будет недолгосрочный этот вес снова вернется и человек снова будет искать да какую диету бы выбрать более эффективно здесь изменение образа жизни сон режим физической активности здесь тоже нужно оценить двигательной активности то есть не просто что мы весь день сидим до за рабочим столом хотя бы 30 минут день это должно быть и питание но не жесткая диета ни в коем случае потому что здесь есть риск срывов она не обучает тому как питаться как вес который мы снизим удерживать ограничивать учить до ограничивать сбалансированное питание уметь чувствовать голод потому что мы тоже часто этот контакт со своим телом теряем особенно когда есть эпизоды вот такие жесткие каких-то диет у нас они популярны они до сих пор популярные просто меняются а в принципе остаются и самое главное можно задать себе вопрос могу ли я придерживаться такого же питания на протяжении пяти лет и больше то есть на протяжении всей своей жизни если ответ нет то это не путь для того чтобы быть здоровым для того чтобы достичь желаемого веса его удерживать и удерживать его не через силу да не применяя силу воли чтобы тогда было спокойно комфортно и без каких-то постоянных срывов цикл вот этот передание срыв а диета и бесконечно он может длиться выматывая сейчас много разных диет очень популярных и вы правы что это но в новой упаковке очень часто подаются старые какие варианты там условно была диета откинса потом ее сделали на что более политкорректные она стала кета диеты и так далее вот в чем проблема таких диет основная потому что если признаться откровенно то кето диет безуглеводной давайте называть да или мало углевод низкоуглеводной диеты они работают да то есть они показывают тебе результат и вроде бы все хорошо в чем минус ну начнем с того что для того чтобы снизить вес нужен дефицит калорий то есть независимо от того будет это сбалансированное питание или кето диета да вес все равно снизится но от таких диет где демонизируются углеводы демонизируется жиры до происходит перекос то есть мы начинаем винить какой-то определенный компонент в своем рационе и все продукты туда относящиеся во всех бедах да потому что я вес набираю в том что вес не снижается конечно здесь страдает структура рациона убираем углеводы это практически все злаки это овощи фрукты до теряем клетчатку теряем витамины наша микрофлора в кишечнике которая питается клетчатка это же становится плохо да естественно уменьшается здесь количество микрофлоры делаем перекос в сторону кето диеты это тоже абсолютно несбалансированная диета и избыточное количество жиров здесь тоже негативно влияет на микрофлору и опять-таки если посмотреть на меню кето диеты то много животных жиров на сливочном масле до готовится мы все-таки по принципам здорового сбалансированного питания стараемся ограничивать потому что это риски для сердечно-сосудистой системы и тот же болезнь альцгеймера да здесь для профилактики тоже мы делаем больше упор на растительные жиры но не демонизируя животное мы все равно их оставляем но при этом вот этот баланс соблюдаем поэтому здесь и в психологическом плане нежелательно если у человека например есть предрасположенность к расстройствам пищевого поведения то такие диеты могут спровоцировать начало этого заболевания есть хорошая фраза генетика заряжает до пистолет а среда нажимает на курок то есть все наши агрессии ограничения все наши какие-то отхождения от принципов здорового питания и когда мы падаем в какие-то такие прямо категоричности что нужно убрать группу продуктов обеспокоенность насчет питания возникает да это может быть такой почвы для расстройств пищевого поведения об этом мало говорят мне тоже хотелось на этом какой-то акцент сделать какая на ваш взгляд на сегодняшний день самая радикальная может быть и наиболее опасная диета распространенная сейчас популярная среди казахстанцев вообще вот пользователей сети ну я бы вообще выделила голодание потому что в принципе конечно в лечебном подходе есть голодание когда например после операционный пациент или перфорация язвы произошла то здесь голод холод и покой есть такая рекомендация но это с позиции того что нам нужно пощадить органы да не дать им возможность работать все таки чтобы они отдохнули там нет задачи дефицита калорий да понятно что голод он отлично сработает на дефицит калорий но это тоже стресс и это психологическом формате мне не совсем нравится потому что а люди ассоциируют это с каким-то ощущением и уже не совсем адекватно считать что вот я сегодня переел на ужин значит я стал грязным мое тело там полностью шлаках токсинах да и мне нужно почиститься я поголодаю или пойти в спортзал и отработать это все вот просто умереть на дороге кто-то компенсирует вызывая рвоту мочегонными препаратами то есть это же уже повод обратиться к психиатру для диагностики возможно уже нужна специализированная помощь то есть да даже вот вы правильно сказали если человек переел играть я завтра пойду отрабатывать это тоже первые звонки о том что нужно менять свое мышление по отношению к еде к своему телу не всегда это какая-то патология но это повод беспокоиться о том что не ушел ли я слишком глубоко в свою беспокоенность своим телом весом и тем что я ем это тоже такие интересные моменты очень интересно то что вы сказали по поводу голодания потому что у меня несколько из друзей которые регулярно практикуют это то есть чуть ли не через месяц каждые два месяца они уходят в режим недели голодания две недели там и все так и это повторяется то есть человек уходит на режим голодания да может обращаться какие-то центры он знает что ему это снова поможет и снова вот этот цикл запускается я буду есть все что хочу но организм наш не терпит вот этих пиков до очищения грубо говоря переедания ему важна стабильность чтобы все было в пределах вот баланса да и вы перешли к следующую очень большой теме на которой сейчас огромное количество людей делает огромное количество денег это все вот эти очищения это у вас шлаки у вас токсины вам нужна чистка у вас паразиты у вас застой лимфы вам нужен детокс вам нужно хиджама все насколько это научно давайте по порядку вот можно сделать чистку организму вообще ну теми способами которые предлагают конечно нет у нас есть понятие детоксикации медицинской да когда когда происходит интоксикация то есть например пациента не работают почки простым языком до почки не выводят продукты обмена какие-то токсичные вещества и все это начинает циркулировать в крови это отравляет организм и пациента направляют на гемодиализ то есть такие пациенты которые например ждут трансплантацию почки у которых хроническая почечная недостаточность они с определенной периодичностью ходят на гемодиализ никто не пьет детоксы вот эти соки до в баночках никто не делает кровопускание и так далее то есть этот не работает для меня не говорите никто не делать очень много людей это делают на самом деле огромное количество людей заказывают себе курс свежевыжатых соков да я вас поняла я имею ввиду пациент которому действительно необходимо детоксикация да он не пойдет на такие меры потому что здесь нужна специализированная медицинская помощь а что если по порядку идти до шлаков вообще медицинец не существует это не научное понятие нет их ну если вот забить в гугле например шлаки просто почитать что пишут в таких статьях пишут у вас там в кишечнике залежи и так далее кишечник на самом деле это безумно уникальный орган и он на самом деле на всем своем протяжении всегда чистый то есть мы поели до пища переварилась расщепилась и дальше уже кишечник своими вот этими перистальти перистальтикой заговариваясь продвигает пищу и там ничего не остается то есть это последнее дело до толстого кишечника да там уже пища своем финальном состоянии готовится покинуть наше тело никаких шлаков нет скажем сразу да никакие токсины у кого-то мне кажется просто я же столько раз чистила на самом деле это очень такая хорошая тема для манипуляций она вызывает страх у человека то есть ах вы вот вчера поели что-то сладкое или глютеном закинулись на ужин все у вас шлаки вы от этого заболеете у вас будет рак у вас артериальное давление будет шкалить и так далее давайте почистимся вот вам бады вот вам детокс и так далее или тюбаш какой-нибудь сделаем хорошо это тоже в кавычках да хорошо работает на родителях у которых дети с какими-то заболеваниями и специалисты как ну вот вы такая плохая мать вы же посмотрите чем вы своего ребенка кормите и от этого у него такие болезни то есть очень страшная манипуляция да на чувстве вины здесь и на страхе очень легко манипулировать кстати здесь можно такую восклицательный знак даже поставить если вы замечаете что у вас запугивают какими-то вот такими манипулятивными до фразами токсины у вас паразиты вам нужно почиститься вы чувствуете что у вас это вызывает какой-то страх и мысль а ну наверное надо то не нужно на самом деле да это чистой воды манипуляция а то что касается токсинов они есть то есть каждая наша клетка живет выделяет продукты жизнедеятельности это тоже относится к токсинам и наш организм абсолютно хорошо с этим справляется до печень обезвреживает все токсичные вещества которые в процессе жизнедеятельности образуются и выводятся почками кожей легкими до кишечником то есть наша задача просто поддерживать все органы отвечающие за детоксикацию в состоянии нормы когда уже интоксикация организма то здесь уже либо например легкая алкогольная какая-то интоксикация да как пример мы рекомендуем просто пить воду не нужно какие-то капельницы с физраствором это тоже самое вы пьете воду сейчас просто каждый второй мой знакомый если что-то происходит сразу делает капельницу это популярные пережитки советской медицины как это сформировалось просто у нас в любая напасть нам нужно мне нужна капельница да вам нужно прокапаться это касается простудных заболеваний то есть вот мне нужно быстрее восстановиться у меня дела капельница есть конечно определенные препараты которые нужно водить только через вену но это не всегда капельницы в привычном состоянии да у нас обычно физраствор глюкоза ну то есть вы пьете воду вы едите вы можете сладкий чай выпить то же самое будет эффект если вы не можете пить да тогда да вам пожалуйста показана капельница то есть даже когда какая-то такая легкая интоксикация мы можем сами справиться помочь своему организму просто пить воду конечно когда это уже серьезное отравление то уже необходима специализированная медицинская помощь отравления какие-то проблемы со здоровьем до которые приводят уже к накоплению продуктов распада до определенных компонентов крови тогда да всем не нужно антипаразитарные тоже чистки это больная тема потому что у нас почему-то забыли что у нас есть врач-паразитолог или врач инфекционист он тоже может первичную диагностику провести то есть если вы подозреваете что у вас есть паразитарная какая-то заболевание то пожалуйста идите врачу не нужно какие-то препараты принимать в виде трав да и так далее потому что это не работает ну максимум слабительный эффект получите и все и я как-то проводила эфир с инфекционистом и она рассказывала что но к ней часто приходят пациенты после всевозможных антипаразитарных чисток и они ну то есть выводится у них слизь из кишечника они принимают это за гельминтов и приносят на осмотр то есть установите что это за гельминт из меня вышел и врач говорит у вас лаборант что это на самом деле просто слизь из вашего кишечника которая простимулировалась ее выведение с этими препаратами для справки которая должна там быть это нормально да безусловно да без нее в принципе на желудочно кишечный тракт не сможет нормально функционировать многих такое брезгливое отношение слизь кишечник но слизь это нормально да да ну слушайте но на этом на самом деле нагревают руки и делают бизнес даже серьезные учреждения такие как лаборатории то есть сейчас мы недавно были просто нам нужно был определенный анализ сдать а там тебе предлагают пакет на паразитов пакет там на все гормоны проверьте все ваши гормоны вот если вы купите пакет это будет дешевле чем по отдельности то есть лаборатории тоже чувствуют тренд да это популярно конечно но если говорить о паразитах неэффективно сдавать антитела до ифа определять определенные типы иммуноглобулинов то есть это может просто показать что ваш иммунитет знаком с каким-то гельминтом он попал транзитом прошел через ваш организм и не живет не размножается и мы не лечим анализы да в медицине такое понятие мы лечим все-таки симптомы да если все вы сдали анализ например калда на яйцеглистом выявилась то тогда инфекционист паразитолог ставит вопрос потому что нужно лечить или нет и еще хотела о тюбаже сказать когда у нас чистят желчный пузырь и пациентам показывает камни которые из них выходят это тоже такое шоу получается потому что во первых камни которые выходят нужно понимать что толщина диаметр желчного протока не превышает 7 миллиметров а там такие прям ну мне некоторые пациент тоже рассказали вы знаете я вот делала там чистку сначала пациент ничего не ест ему дают по моему что-то кислое масло да и кладут на область желчного пузыря печени теплая то есть протоки до расширяется до жир в масле да он стимулирует желчаток и происходит по действиям ферментов с тем что там присутствует кислота просто омыление и формируется в такие камушки то есть это просто вот знание химии да и это никак не связано с тем что какие-то камни вышли из желчного пузыря и прям при вас с вами проводят химический эксперимент можно сказать результат да да так оно и есть и пациенты вновь и вновь идут потому что они же видят этот результат и говорит ну классно значит у меня там камни но если такие камни такого размера действительно могли выйти из желчного пузыря это были бы да это были бы дикие боли но и все-таки да это показание к операции да спасибо большое слушайте действительно вы сейчас разрушаете кучу мифов и я надеюсь что недобросовестные всякие ребята которые делают на этом деньги лишаться большого количества клиентов которые наивно полагают что их лечат и наносят им счастье мне бы хотелось это верить но иногда мне кажется что это очень сложно то есть человека который уже убежден в этом я не про специалиста а про пациента который обращается к таким специалистам бывает очень сложно переубедить они могут сказать что я не знаю у вас все проплачено вы завидуете этим специалистам потому что вы топите конкурентов да 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 в том числе но сомневающихся мы можем переубедить такие случаи были когда нам говорили ну вот спасибо мы сомневались мы не знали и спасибо что вы говорите об этом и освещаете эти темы сомневающихся да конечно я в начале карьеры думала о том что я смогу всех переубедить это вот эти розовые очки на мне были но потом они так слетели потому что ты понимаешь что нет знаете если бы у вас не было этих розовых очков возможно вы не пошли бы в профессию ну да если вы сразу были в этом плане циничный или разочарованы там да поэтому каждому возрасту свои какие-то преимущества которые нам помогают хочу с вами поговорить о вкусно поесть о еде потому что непосредственно вас это касается есть продукты при упоминании которых вы сразу говорите перестаньте срочно перестаньте это есть но абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов как таковых нет то есть да это алкоголь возможно но мы все люди взрослые да мы понимаем что безопасной доли дозы алкоголя нет он априори приносит негативные воздействия на наше здоровье но как-то сложно до убедить человек что нужно убрать алкоголь полностью либо какие-то его убеждения либо он сам к этому приходит либо уже по состоянию здоровья горит все я уже алкоголь уберу насколько можно в таких случаях то есть это вот единственный вредный продукт остальные продукты все решает доза до дозировка которые мы едим даже для воды есть летальная доза то есть при превышении которой действительно может наступить летальный исход и ну важно в балансе мы можем находить исследование где говорится о том что например красное мясо при большом обильном употреблении свыше 500 грамм в неделю увеличивает риски рака толстого кишечника при болезни альцгеймера это тоже определенные риски но важно понимать что если вы едите красное мясо и при этом ваш рацион сбалансированы разнообразные то эти риски все равно будут снижаться можно полностью не есть красное мясо но при этом тоже игнорировать злаки есть мало овощей молочных продуктов и тоже иметь высокие риски различных заболеваний поэтому здесь тоже из такой крайности в крайность мы не уходим даже по красному мясу все исследования которые есть приводит то что ну вот 500 грамм неделю старайтесь придерживаться этой дозировки не больше да не больше но при этом придерживаться принципа взбалансированного питания какой-то категоричности если нет проблем со здоровьем если вы здоровый человек то вы можете есть абсолютно все но придерживаясь баланса хочу вас как казах спросить наши привычные казахской такой но не дети а рационе это условно большая тарелка риса где есть еще немного овощей чуть-чуть моркови немного лука может быть там зубчик чеснока и мясо или например не не знаю кастрюля макарон тоже с количеством какими-то мяса или но паста да без формах это это паста где тоже есть овощи и мясо вот это относится к несбалансированному питанию скорее или как вы на это смотрит одну в целом само блюдо традиционное мы его не можем расценивать как она относится к сбалансированному питанию или нет конечно если каждый день у нас бежда тесто мясо нет овощей то тогда мы можем сказать что питание несбалансированное это больше вот западная диета больше к американскому до такому типу питания если бешпармак у нас например только по субботам или воскресеньям пусть каждую неделю при этом это сопровождается овощами фруктами да какая-то зелень подается все остальное неделю вы спите нормально вы двигаетесь нормально достаточно вы едите тоже сбалансировано ничего страшного в этом нет еда она несет в себе не только да вот эту биологическую функцию не только для жизни но это и приятное ощущение это уже радость в том числе она должна нам приносить удовольствие если убрать какие традиционные блюда блюда которые ассоциируются с детством с теплыми встречами с близкими но это сложно зачем лишать себя радости и я не рекомендую вот смещать фокус внимания на врагов своего питания да лучше сместите фокус на то как свой рацион сделать разнообразным сбалансированным чтобы любимым продуктом пусть не сильно сбалансированным там место было даже если бешпармак разобрать но белок там есть углеводы там есть просто дополнить клетчаткой уже будет неплохо отлично спасибо спасибо за такой разбор да хочу хочу процитировать героя одного фильма там диалог два героя разговаривает один спрашивает знаешь какая самая разрушительная сила во вселенной и 2 отвечает сахар и это конечно же шутка но самый наверное обсуждаемый максимально изученный продукт который мы употребляем в пищу который много где присутствует это сахар и вот я понимаю что в каких-то культурах обществах странах сахар проник абсолютно везде то есть соединенных штатах я понимаю что мне невозможно что-то даже даже тарелку мяса съесть где не будет сахара потому что он в соусах он в заправках для салата я даже не говорю о десерте уже и даже в десертах и напитках там дозировка сахара выше чем чем то к чему привыкли мы но и у нас тоже эта проблема растет все больше и больше мы употребляем все больше сахара расскажите мне пожалуйста как вообще с этим быть и вы сторонник того чтобы сахар полностью убирать или его нужно дозировать но и нужен ли он нам вот тот рафинированный сахар который которому мы привыкли который мы называем сахар нужен он нам или нет одну с позиции здоровья конечно мы можем без сахара вот этого рафинированного прожить без углеводов нет мы не можем прожить но мы его можем и как топливо использовать да потому что это ну так как в простонародье да легко у нас делят углеводы на простые сложные ну грубо говоря все продукты с добавленным сахаром это источники легких углеводов они быстро всасываются быстро переваривается до быстро уровень глюкозы в крови повышают я не сторонник исключать сахар потому что тоже такая демонизация продуктов да получается это тоже часть нашего рациона может быть опять-таки если он разнообразность балансированный если вы не заменяете сладостями основные приемы пищи то есть вы проснулись вы хотите есть у вас там какая-то пироженка любимая лежит на видном месте вы ее съедите у вас уровень глюкозы в крови повысился вы почувствовали подъем сил энергии аппетит сошел чувство сытости появилась до голод сошел на нет это не совсем такой здоровый подход потому что нам важно свое тело обеспечить не только топливом энергии да нам нужно белок нам нужно клетчатка нужно витамины минералы жиры тоже необходимы вот с такой позиции нет то есть нам важно чтобы сахар не заменял приемы пищи чтобы он не компенсировал дефицит сна чтобы он не был волшебной таблеткой когда мы тревожимся когда мы стрессуем да здесь навыки эмоциональной регуляции уже нужно прокачивать да и работать с специалистами поэтому вот с такой позиции я не сторонник чтобы он замещал то чем сахар не должен быть еда должна быть биологическая до функция но и конечно удовольствие от процесса мы должны получать но не становиться единственным удовольствием нашей жизни поэтому сахаром можно дружить его можно добавлять в свой рацион дозировано да если о детях говорить то желательно добавлять сахар после двух а то и трех лет по рекомендациям других источников ну то есть это уже ответственность родителей и конечно то что пишут в сми тоже какие-то такие страшилки что сахар вызывает рак сахар вызывает кандидоз причем везде кандида растет и в кишечнике и во рту и акне да вызывает то есть нет прямой связи вот этой причинно-следственной нет мы знаем что ожирение это фактор риска 14 типов раковых новообразований то есть избыточное потребление сладких продуктов да даже здоровая еда в избыточном потреблении да она может приводить к избытку веса к ожирению и здесь такое посредованное влияние акне тоже это может быть триггером то есть вызвать заболевание кожи акне угри сахар не способен но усугубить состояние да может и то что касается кандидоза но здесь тоже такой такая страшилка всех я думаю что я позже об этом спрошу раз мы уже дошли до него расскажу что такое кандидоз что такое кандида и почему это настолько сейчас всех пугает устрашает а если говорить о кандиде ну это грибы которые живут в нашем теле то есть у нас есть сейчас все фанаты из сериала последний из нас или ласта вас испугались потому что там грибы захватывают весь мир и всех людей может быть поэтому сейчас такая спушка боязни кандидоза но она до была еще и она не прекращается то есть постоянно я слышу мне назначили антикандидный протокол я думаю понятно сейчас будет профилактическая беседа с пациентом а что происходит у нас кишечнике есть благоприятная микрофлора которая нам вообще никак не может навредить даже если ее станет очень много есть условно патогенная туда относится кишечная палочка все знают да эту бактерию и туда же относится кандида то есть пока у нас балансе пока у хороших и условно плохих ребят поровну то кандида себя никак не проявляет то же самое то есть кишечники у нас есть у всех да или микрофлора влагалище там тоже есть лактобактерий кандида та же самая живет лактобактерий становится меньше все кандидоз возникает что происходит когда наш рацион несбалансированный мы едим мало клетчатки которые питаются наша полезная микрофлора мы едим много высоко переработанной такой пищи да это фастфуд это сладости то есть там помимо энергии в целом больше ничего нет до витаминов клетчатки там питательных наше микрофлоре нечем питаться и полезной микрофлоры становится меньше и кандидоз да начинает кандида начинает разрастаться но это преимущественно больше все таки касается микрофлоры влагалище потому что она связана немножко с микрофлора кишечника а то что касается кандидоза кишечника это обычно при иммунодефицитных состояниях то есть чтобы ей дать вот такой прям большой рост чтобы это вылилось в заболевание такое системное заболевание то здесь иммунная система должна быть очень сильно ослаблена но это редкие патологии поэтому патологии редкие но как бы не опасен был вопрос я должен спросить ставит такой диагноз у нас часто кандидоз у нас часто ставят кандидоз кишечника нет не ставим не часто ставят да понятно что в гинекологии это достаточно частый диагноз он может быть связаны с приемом антибиотиков и опять-таки с рационом может быть связан но не напрямую да потому что все-таки микрофлора здесь сообщается и есть такая связь то есть меньше стала микрофлоры полезной в кишечнике и меньше становится и во влагалище да ну и соответственно кандида начинает свой рост поэтому да если есть в гинекологии диагноз кандидоз это не значит что у вас в кишечнике кандида там растет да и развивается нет конечно нет и кандиду тоже приплетают что это причина раковых новообразований и но самые страшные болезни да если у любого человека спросить чего вы боитесь какого заболевания мне кажется каждый второй скажет заболеть каким-нибудь онкологическим заболеванием этим очень легко манипулировать хорошо поговорили про сахар вот один из подписчиков или подписчица тоже такой крик души не могу избавиться от зависимости от мучного то есть я думаю что это из детства то есть это наши все пирожочки булочки сдоба и так далее мы все это любим ну и тот же бифформах например тоже тесто и как тут она всю жизнь у нас в рационе присутствует но потом ты вырастаешь понимаешь что может быть тебе сейчас такое количество теста не нужно уже а а тянет хочется что с этим делать но обычно когда есть какая-то тяга к продуктам у некоторых возникает такая мысль что это наверное какая-то пищевая зависимость пищевой зависимости не существует да то есть если мы сравним с какой-то наркотической зависимостью до дофамин вырабатывается на можем удовольствие почувствовать но препараты которые используются запрещенные до для поднятия настроение то есть дофамина вырабатывается намного больше и там он назад не забирается до обратного захвата нет то есть питание еда и зависимость это не совсем не одинаковые такие фразы что происходит когда есть тяга к сладкому когда есть тяга каким-то продуктам нужно проанализировать в целом ваш рацион может быть там не хватает белка клетчатки да он может быть не сытным и мы можем добирать энергию вместе с какими-то такими калорийными продуктами это нормально мы так себе помогаем нам же нужно жить подсознательно понимаю да все верно второй момент когда есть какие-то стрессовые моменты и здесь тоже да вот эта возможность сладким немножко или мучным каким-то таким жирным продуктом здесь тоже такой же эффект срабатывает поднять себе немножечко настроение ощущение поднимается но очень краткосрочно и потом может наступить чувство вины мысли зачем я это съел откат какой-то гиперконтроль может включиться выбор определенной диеты то есть если вы замечаете что вы спасаетесь какими-то определенными продуктами от стресса от тревоги отвлекаете себя чтобы ничего не делать такое тоже бывает от скуки может быть то здесь тоже повод все-таки проконсультироваться с психологом я обычно рекомендую чтобы навыки эмоциональной регуляции здесь были чтобы понимать почему такое происходит какие мысли нас на это толкают еще один момент почему может тянуть на такие продукты недостаток сна мы не до спали у нас энергии не хватает мы все знаем это состояние да когда нам хочется спать и и иногда например вот из опыта офисные сотрудники я не успела поесть я проспала я не выспалась я быстро прибежала на работу хочу спать налила себе кофе и у меня всегда есть круассаны ну и все у меня энергия поднялась да конечно и плюс кофеин притупляет еще состояние вот усталости да и досыпа и так далее да и и получается такая бомба замедленного действия да мы можем себе обмануть себя и сказать что я не доспал сейчас я вот этим себе уровень энергии подниму ну конечно нет кроме сна больше ничего не компенсирует дефицит на поэтому если есть какие-то переедания такими продуктами что мы делаем и начинаем нормально есть нормально спать и ну стараемся нормализовать свое психологическое состояние если я правильно услышал и мы говорим о мучном если мне кажется что я потребляю много мучного и меня на него все время тянет точнее это самый такой вот легкий вариант который я выбираю то моя задача не просто убрать мучное максимально поднять там скажем так дозу других продуктов да в своем рационе для того чтобы мне не хотелось так много абсолютно верно и убирать это не совсем хорошая стратегия да потому что это может быть к срывам приводить тоже желание какого-то контроля выбора жестких диет постоянно эти диеты меняются одну попробовали хочется другую поэтому да здесь мы меняем фокус в сторону такого здорового заботливого отношения к себе сахар мучное майонез для многих это такой враг не ешь майонез это вредно это плохо для желудка для печени для кожи майонез это зло нет абсолютно не зло в целом состав у него безобидный ну да там есть какие-то от зависимости от производителя консерванты но все регламентировано все проходит определенный контроль проверку и бояться этого не стоит если прям есть какой-то страх до промышленного майонеза его можно дома готовить и мы даже как-то с подписчиками сравнивали калорийность майонеза и растительных масел но она одинаковая то есть там и состав до растительное масло яичный желток горчица практически похож на обычное масло ну конечно там есть и животные жиры то есть тут наверное опять же будет вопрос количество да все сколько вы будете его потреблять и да как час конечно окей недавно посмотрел стендап выступление одной азиатской стендаперши и она рассказывает мои бабушки обнаружили то есть у нее бабушка тоже по-моему она китаянка бабушка соответственно тоже китаянка то мои бабушки обнаружили непереносимость глютена вы знали вы знали что болезнь затрагивает и эмигрантов тоже потому что очень часто кажется что это какая-то напасть которая касается только белых европейцев американцев и вот у них у всех непереносимость глютена и поэтому они его вот пытаются полностью убрать своего рациона так ли это часто распространено на настолько ли больше стало не как это правильно называется непереносимость глютена переносимость глютена есть аллергия аллергия на глютен да почему так много мы об этом слышим где правда здесь но я называю это знаете как три всадника апокалипсиса глютен сахар и молочка мы до нее дойдем она еще не доросла до этого уровня учиться но глютен на самом деле что это это просто белок да у него структура такая достаточно может быть сложная но попадая в наш желудочно-кишечный тракт он переваривается до аминокислот то есть кирпичный дом да вот наш белок он состоит из кирпичиков и белок состоит из аминокислот и в целом здоровый человек его переваривает усваивает эти аминокислоты и тратит их на нужды своего организма у человека у которого есть целиакия то есть это непереносимость глютена это аутоиммунное заболевание и здесь реакция не на сам глютен происходит а что происходит то есть у нас частично глютен все равно переваривается ферментами дан на там две аминокислоты достаточно такие я сейчас название вспомню пролин по моему и глиадин вспомнила они начинают взаимодействовать со слизистой кишечника и выделяется кишечником фермент тканевая трансглутаминаза запоминать не обязательно но а если у человека есть целиакия аутоиммунное заболевание иммунитет распознает этот фермент как чужеродный какой-то агент и начинает атаковать клетки выделяющие этот фермент то есть начинает атаковать свою же собственную слизистую кишечника и никакие аминокислоты ни в коем случае никакой глютен не переваренный через кишечник не всасывается в крови не плавает то есть здесь реакция только вот на уровне слизистой кишечника происходит он воспаляется ворсинки да которые то есть площадь кишечника за счет ворсинок всасывающую поверхность увеличивается и эти ворсинки разрушаются всасывание снижается да есть риски того что дефицитное состояние могут возникнуть анемия на организм в целом это не воздействует есть редкие проявления на коже когда может целиакия проявляться и на коже на это больше уже дерматологический профиль там врачи могут это распознать все полностью этот большой белок глютен у здорового человека он не всосется просто до через споры в кишечнике он не пройдет бояться его не стоит до целиакия есть но достаточно редкое заболевание порядка не так часто как мы слышим об этом не так тогда в чем дело это просто маркетинг тренд да тренд потому что те же безглютеновые продукты они достаточно дорогостоящие и как-то по моему журнал new york's time опубликовал выдержку из книги какого-то кардиолога по моему я уже точно не помню и он писал про пшеничный живот то есть обвинял глютен в лишнем весе и так далее да известные спортсмены тоже говорили о том что мы вот безглютеновую диету держим у нас есть успехи в спорте но почему-то все забывали когда их успехи уже сходили на нет почему-то здесь уже не говорили что это из-за глютена да то есть вот такая подмена понятий манипуляции здесь очень серьезно распространены очень часто при постановке диагноза аутизм до детям тоже говорят нужно исключить глютен но международные рекомендации научные исследования говорят о том что если у ребенка нет целиакии если у него нет аллергии на пшеницу то тогда не нужно исключать часто встречаете пациентов с целиакии не встречали есть еще один нюанс есть например генетические анализы на предрасположенность до предрасположенность целиакии но это предрасположенность то есть человек с этой предрасположенностью может никогда не заболеть целиакии потому что здесь есть еще масса факторов здесь кишечник может быть пусковым механизмом к развитию этого заболевания например перенесена какой-нибудь инфекционные заболевания кишечника когда уже этот кишечный барьер нарушена становится более уязвимым взаимодействуя с этими аминокислотами и начинается процесс запускаться все предрасположенность не говорит о том что нам нужно убрать глютен также как генетические анализы на непереносимость лактозы да это тоже предрасположенность опять-таки мы не лечим анализы мы лечим до конкретную болезнь симптоматику и если человек подозревает у себя непереносимость глютена он должен прежде всего целиакию он должен обратиться к гастроэнтерологу ему назначат анализы я не буду их называть и золотым стандартом обычно считается это биопсия слизистой кишечника на исследование есть ли целиакия или нет следует ворсинки ну то есть это серьезный вообще процесс чтобы даже выяснить есть для такое заболевание или нет они так что ты прочитал 10 пунктов где-нибудь в инстаграме и сам себя диагностировал и решил что теперь я не ем глютен все мне нужно без глютена и здесь знаете еще в чем проблема люди которые исключают глютен например у них было вздутие какие-то дискомфортные ощущения жидкий стул они говорят ну мне стало лучше то есть где у нас глютен содержится да это пшеница рожь ячмень это вся пшеничная мука у нас на любой полке то есть иногда симптоматика очень похоже на большинство болезней до желудочно-кишечного тракта в продуктах содержащих ту же пшеничную муку содержится углеводы которые тоже могут провоцировать бродильное доображение вот эти процессы дискомфорта вздутия и люди когда пытаются убрать эти симптомы думают что это из-за глютена они могут оттянуть момент постановки диагноза до назначения верного лечения потому что за такой симптоматикой может скрываться не просто что вот у меня организм плохо углеводы из пшеничной муки до переваривает а здесь могут быть и воспалительные заболевания кишечника и болезнь крона да это очень серьезная болезнь можно упустить драгоценное время да да и запустить процесс поэтому не каждый такой симптом казалось бы безобидный требует сразу самостоятельного подбора лечения исключения глютена здесь все-таки нужно пойти к врачу знать спасибо интернету там каждый день тебя в соцсетях атакуют различные тесты различные статьи которые говорят остановись если ты делаешь это обрати внимание если у тебя есть такие симптомы и люди с определенным складом характера обязательно ну в это верят и начинают практиковать какие штуки которым не нужны картинечка хочу вас спросить про молочку про молоко раз мы уже не третий всадник да нельзя она вредна из нее там слизь начинает выделяться скапливаться детям вообще нельзя давать коровье молоко не стоит что вообще где вы в этом спектре находитесь где мы где здоровая . молоко нельзя только тем у кого есть аллергия на белок коровье молока да и у кого есть непереносимость лактозы то есть молочного сахара у некоторых с возрастом возникает такая ситуация когда фермент переваривающий молочный сахар снижается перестает вырабатываться у детей редко бывает тоже непереносимость лактоза то есть таких случаях да мы убираем молоко или ограничиваем потому что даже рекомендациях при лечении непереносимости лактоза мы говорим мы подбираем адекватную дозировку молоко можно убрать при этом кисломолочные продукты стараться включать потому что это источник белка до легко усвояемого и кальция все-таки нам проще всего его получить из молочных продуктов а то что касается слизи и молока но это конечно тоже вот такое запугивание да на том что человеку неприятно так вот брезгливо слизь это нормальный компонент нашего тела слизистая желудка до выделяются специальными клеточками слизь для того чтобы защитить наш желудок от агрессивного воздействия соляной кислоты весь кишечник наш просто слизью до покрыт потому что это тоже защитная функция и многих вот пугает что мы выпиваем молоко и мы прям чувствуем что вот как будто у нас там носоглотки появилась слизь молоко не усиливает выделение слизи верхних дыхательных путей носовой полости но она делает молоко делать слизь более такой вязкой и мы ее просто ощущаем и она нам становится более заметной все это единственно где молоко как-то взаимодействует со слизью если только мы не съели что-то просроченное да то количество слизи у нас в организме не увеличится потому что такая защитная реакция организма и все поэтому да молоко для телят да как любят говорить конечно нет у нас несколько тысяч лет назад наши далекие предки одомашнили когда-то коров начали пить молоко фермент стал вырабатываться и таким образом ну грубо говоря качество жизни их просто улучшилось потому что это профилактика остеопороза питание было не сбалансированной скорее всего да там пять-шесть тысяч лет назад источники белка углеводы также есть молоке поэтому но я все-таки ну призываю вспоминать вот эту историю да и всевозможные археологические раскопки велись для того чтобы выяснить у каких именно людей где как давно вот этот продукт с нами да да это очень интересно и ты понимаешь что да это не не какая-то возможно даже случайность да что так получилось но это нам качество жизни значительно нашим предкам увеличила улучшила но из-за исключением редких случаев генетически мы можем но этот продукт он часть вот как бы нашего рациона которому мы не свыкли можем нормально его спокойно обрабатывать есть например например в корее вообще мы можем не встретить до молоко на полках у большинства корейцев есть непереносимость лактозы с молодого возраста да это генетически так сформировалась так получилось но не было домашнего хозяйства до такого распространенного коз коров там не заводили так получилось и сейчас можно это компенсировать да если есть непереносимость лактозы растительное молоко обогащенное кальция можно пить препараты кальция уже подбираются вместе с лечащим врачом тогда хочу быстро уточнить у вас вот как на что нужно обращать внимание когда ты покупаешь молоко то есть чего не должна быть в этом тетрапакете или не тетрапакете а что должно быть в принципе в составе всегда написано либо это восстановленное молоко либо нормализованное нормализованное кажется это из сухого молока а восстановленное оно это просто обычное молоко которое сепарируется даже жира отдельно а потом добавляется жир. Здесь разницы нет. Я сама интересовалась этим вопросом. Я не настолько эксперт в молоке. Я проводила эфир с технологом по молочной продукции. И она все это объяснила. Она развеяла страхи. У вас на странице это есть? Да, у меня есть на странице. И она развеяла страхи. Она сказала, что не стоит бояться тетра-пакетов. То есть это просто молоко, которое ультрапастеризованное. Да, оно может не скисать, оно может прогоркать. Потому что у него такая технология стерилизации была. Это не показатель того, что это молоко какое-то ненормальное. Сухое молоко для нашего региона, для Казахстана, у нас в целом не так много пастбищ, где коровы у нас пасутся. И молоко может в таких больших объемах, как у нас в магазинах, поставляться. Это вынужденная мера из сухого молока. То есть это молоко, из которого выпарена жидкость. Это не сухие сливки, какие-то соиные. Это не полностью созданный в лаборатории искусственные продукты или порошок. Да, раньше даже некоторые мне из старшего поколения рассказывали, мы помним, как сушили молоко, кто в деревнях жили. То есть в обычных домах это делалось, в деревнях, да. И это не было чем-то страшным, не демонизировалось. Просто разбавлялась водичкой и молоко получалось. Это вынужденная мера, скажем так. Понял, спасибо. Очень интересно, подробно и полезно. Вот следующий мой вопрос, наверное, уже он касается не продукта питания, а такого диагноза, который очень часто ставят даже фитнес-тренеры. Ты не можешь сбросить вес из-за гормонов. Насколько это правда? Ну, в целом, если разбирать причины набора веса, то эндокринные там порядка 5-10%, 5-10%. Это не большой пласт, где происходит какая-то поломка в обменных процессах, неконтролируемые как-то жировые запасы увеличиваются. Здоровый человек не может превратиться в фабрику производства жировых запасов просто из воздуха. То есть важно об этом помнить. Если вы набираете вес и грешите на гормоны, да, нужно проконсультироваться с эндокринологом. Вас либо успокоят, либо скажут, нет, здесь нет никаких проблем, занимайтесь своим питанием. Поэтому для того, чтобы снизить вес, нам важен дефицит калорий, но он не должен быть слишком жестким для того, чтобы организм не стрессовал, для того, чтобы не было избыточных даже физических нагрузок. Мы должны себе давать возможность отдохнуть и полноценно питаться, чтобы организм понимал, что, грубо говоря, мы не ограничиваем себя в еде, да, создаем небольшой дефицит для того, чтобы жировые запасы расщепились, но при этом нет необходимости вот этот режим запасания, да, включать. Потому что да. Ну и все время бежать в лабораторию, сдавать анализы на гормоны только потому, что... Не нужно. Самостоятельно я вообще не рекомендую это делать. Если врач назначил, тогда другой разговор. Конечно. Что тогда есть какое-то подозрение. Да, потому что у нас любят сдавать на инсулин и обвинять его в избыточном весе, но повышение инсулина – это не причина, а следствие избыточного веса. У нас любят сдавать на гормон лептин, который продуцируется жировыми клетками, и тут можно просто сказать, если у человека избыточный вес, то лептина и так будет много, просто рукой провести экспертно. Но люди сдают этот анализ и говорят, у меня лептин повышен, что мне с ним делать? Здесь просто сказать, снижайте вес. И тут у человека такое разочарование появляется, что как-то так, я же тут деньги на этот анализ потратил, вроде бы причина веса ясна, а вы говорите снижать вес. Но здесь, да, только снижать вес. Знаете, как часто грешат? Почему очень часто жалуются на врачей доказательной медицины, что они не выписывают кучу рецептов? Что это за врач такой? Я пришел, а мне даже рецептик не выписали, медикаменты не назначили. Окей, с гормонами понятно. Скоро нам предстоит ураза, священный месяц Рамадан, и очень многие будут держать пост. Я пост не держу, но когда я наблюдаю за этим, я очень часто, к сожалению, вижу нездоровое поведение в питании в этот период. Понятно, что посыл там и желание, оно верное. Ты хочешь угодить Богу, ты хочешь лишить себя чего-то для того, чтобы показать свое посвящение. Но так, как это иногда делается, просто хочется человека спасти и накормить правильно. Расскажите мне, можно ли вообще вот такой жесткий режим, когда ты весь световой день не ешь, а потом ночью ешь, это может быть сбалансировано и выглядеть более здорово, скажем так? В принципе, да. Ну, конечно, мы понимаем, что это ограниченное по времени питание, и питание не совсем типичные часы. То есть, ну, прям сказать, что суперсбалансировано составить питание во время поста, ну, можно не ставить такую цель. Но, по крайней мере, те приемы пищи, которые у нас есть, их можно сделать сбалансированными. Как это делать? Стараться, например, сухур после него не ложиться спать, потому что некоторые ставят будильник, да, проснулись, покушали и сразу легли спать. Да, постараться помнить о том, что впереди нас ждет рабочий день, да, и необходимо все-таки, ну, это как, грубо говоря, завтрак получается, да, сделать его сбалансированным, чтобы овощи, фрукты присутствовали в этом приеме пищи. А можно по методу здоровой тарелки попробовать собрать себе прием пищи. То есть тарелка, ну, как наша ладошка, ну, стандартная, 21-23 сантиметра. Половину заполняем овощами и фруктами, ну, в зависимости от предпочтений, что в такие часы нам войдет, да, наш организм. А половинка тарелки делим ее еще, ну, то есть на четвертинки. Одна четвертая часть — это белок. Можно что-то из яиц, да, приготовить. Можно консервированную фасоль, как вариант, если нет возможности что-то приготовить. Это отварное запеченное мясо, может быть. Это арахисовая паста, как вариант. Это соевые продукты. И одна четвертая оставшаяся часть — это злаки. Кашу можно себе сварить, да, что-то, салат какой-то даже с кинуа. У нас некоторые любят, да, какую-то экзотику, с кускус приготовить. Макароны на гарнир, да, если чувствуете, что в это время можно что-то съесть такое плотное. Либо просто два кусочка цельнозернового хлеба — это уже тоже будет неплохо. И дополнить, например, молочными продуктами, съесть горсточку орешков. Опять-таки тоже стараться... Вы часто говорите об орехах, об их полезности. Да, это важный компонент. У нас так сложилось традиционно, что как-то растительных жиров очень мало в рационе. У нас больше животные жиры, мясо, сливочное масло. Мы это все любим, нам всем это нравится. Но растительные жиры так у нас как-то остаются на втором плане. Поэтому да, если вы чувствуете, что вы можете съесть такой объем, не стесняйтесь, едите. Если чувствуете, что дискомфорт есть уже, ну, такое ощущение переедания, то здесь лучше, конечно, насильно не есть. Постараться выпить воды для того, чтобы, да, все-таки водный режим поддержать. Потом на ифтар можно выпить воду, можно съесть финики. Некоторые адепты говорят то, что нельзя что-то сладкое, когда вы открываете пост, потому что резкий скачок глюкозы, инсулина, все это страшно, это крах. Работа инсулина — нормализовать уровень глюкозы в крови. То есть сколько бы вы ни съели сладостей, сухофруктов, глюкозы, сколько бы ни повышалось, если вы здоровы, инсулин будет все это выравнивать. Этого не стоит бояться. Но весь день без еды, да, уровень глюкозы в крови снижается, чтобы свое состояние немножко как-то нормализовать и не сорваться. На дастархан у нас накрывается обычно такой, что он ломится, да? Да, щедрый. Да, щедрый. Поэтому можно начать с такого легкого перекуса и через 20 минут приступать к еде. И тоже стараться соблюдать вот эту размеренность. Потому что обычно, ну вот мне пациенты приходят и говорят, вот у меня пост, и у меня вот, вот я на ужин, у меня вот то-то, 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 то-то. И там обычно все праздничные блюда, выпечка. То есть не страшно, это может быть, но тоже, чтобы здоровый какой-то вариант сбалансированный тоже присутствовал. Готовите беш, пусть стоят овощи нарезанные, пусть зелень будет, да? Пусть будут какие-то злаковые варианты блюд. Ну, это тоже не запрещено. Поэтому, да, вот такое разнообразие. Еще есть время подготовиться и как-то, может быть, план составить, да, что будет. Может быть, в этом году пост для вас будет гораздо более здоровым и сбалансированным. Да, и самое главное не относиться к посту как способ снизить вес, да, потому что здесь задача совсем другая. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, здесь тоже, да, мы консультируемся с врачом. Если не рекомендует лечащий врач, то, конечно, здесь против здоровья нельзя. Это даже разрешено, да. Да. Спасибо, это замечательное разъяснение. Я перехожу к священной корове, к тому, что я вижу в описании очень, вот в профиле очень многих нутрициологов. Они просто закрепляют ссылку на сайт по продаже БАДов и предлагают свой промокод для скидки. БАДы, БАДы, БАДы. Мы лечим БАДами. И когда я спрашивал у своих подписчиков, тоже это важный очень вопрос. Правда, что БАДы не полезны? То есть люди начинают задумываться, так ли это на самом деле. Нужна ли мне постоянно омега-3? Нужен ли мне все время D3? И все-все остальное, что очень часто прописывают. Сейчас очень популярно масло черного тмина. Там куча разных названий под брендов, суббрендов и так далее. Вот все вот эти аль-хадая и так далее. У них стоимость? Это вообще не дешево. Я узнал только потому, что ко мне стали обращаться за рекламой. Я даже не погружался в этот мир, а потом я посмотрел, что там баночка может стоить очень больших денег. А маркетинг работает на пенсионеров, на людей с не таким неограниченным достатком. И я поражаюсь, что люди, которые это продают, они миллионеры, честно говоря. Скажите мне, вот все это увлечение БАДами, настолько ли оно безвредно, настолько ли оно полезно, как заявляют очень часто? Конечно, нет. Здесь тоже манипуляция идет, что в современных продуктах нет витаминов, минеральных веществ. Купите, пожалуйста, БАДы. Но я всегда говорю, у нас фрукты растут, овощи растут, витамины они не для нас в себе синтезируют, они их для себя там синтезируют. Просто для того, чтобы овощ, фрукт, ягодка выросла и сформировалась. То есть в любом продукте растительном витамины есть. Это очень крутая мысль. Сейчас должно осесть обязательно. Так, это не для нас, это они для себя делают. И если бы не делали, их бы в таком виде не было. Они бы не выросли. Да, круто, очень круто. Ну да, морковка и горошек о нас вообще не думают. Ну им главное вырасти. Им главное вырасти в дачи потомства. Я вам открыл секрет, морковка и горошек в принципе не думают. Ну да. Да, я понимаю, ага. Да, ну то есть это очередной миф, да. Здесь важно понимать, что витамины, минералы есть в овощах, фруктах. Они там присутствуют. Конечно, если мы вот помидор сорвали с куста, то там уже начинает уменьшаться количество витаминов, минеральных веществ. Поэтому мы советуем покупать сезонные, покупать из теплиц, где транспортировка уменьшается, где овощ, фрукт не лежит долгое время, пока до нас доедет. Все, это вот правило, да, которым манипулируют. В современных овощах, фруктах есть витамины, минеральные вещества, и клетчатка там тоже есть. И чем ближе они к нам, тем больше. Да, и можно просто в гугле смотреть, какие сезонные сейчас фрукты, овощи растут, в каких странах, откуда их к нам везут. Понятно, если мы в июле хурму покупаем, то это совсем уже не сезонный продукт. Можно вот просто для себя эти таблички находить, они не запрещены, их можно искать. Другой момент, когда манипуляция идет, что вот у вас непереносимость лактозы, убираем молочные продукты, или молочные продукты вызывают рак, мы их тоже убираем. И вот вам, пожалуйста, кальций, вот вам магний, вот вам Д, вот вам витамин К, которые вот друг без дружки, они вообще никак не усваиваются. И у вас просто будет дефицит за дефицитом. Вы просто обогащаете вашу мочу. Да, да. Причем тоже есть такое мнение, что витамины, они натуральные, они безопасные. У них же вот нет никаких противопоказаний. Для человека важно уяснить, что если у препарата нет противопоказаний, если не написано, какая эффективность, какое лекарственное взаимодействие, то это значит только то, что не то, что этот препарат безобиден, а то, что этот препарат никак не был исследован. Не доказана эффективность. Да, он никак не обследовался, не исследовался, его просто производитель как БАД зарегистрировал, Потому что здесь не требуется никакая исследовательская такая база То есть у нас есть витамин D, который каждый может сайхерба, да, заказать А есть витамин D в лекарственной форме, который мы можем в аптеке купить Где написано противопоказания, дозировка, кому можно, кому нельзя Можно ли кормящим, нельзя ли кормящим Я даже не знал об этом Да, это важный момент То есть даже если у вас дефицит какого-то витамина, лабораторно установленный Вы пришли с жалобами к лечащему врачу То вам назначат лекарственную форму витамина, тоже железо И не скажут, пойдите, купите это на этом-то сайте, вот вам промокод Если скажут, я бы все-таки засомневалась Проблема с БАДами Да, там может быть действительно витамин D в этой капсуле налит Но мы не знаем в какой дозировке Может быть меньше, может быть больше Указанный, да? Плюс есть очень интересная Как-то у нас была конференция по спортивной медицине И там выступали специалисты с антидопингового комитета И они говорят, сейчас у нас, мы спортсменам полностью запрещаем БАДы Потому что бывали ситуации, что пациент не принимал никакой допинг А у него в крови находилось То есть стали исследовать этот вопрос И выяснилось, что когда на конвейере идут какие-то препараты При производстве БАДов Потом могут идти БАДы То есть это загрязняется какими-то лекарственными средствами И ты никак не узнаешь, если просто не снимать полностью партиями за сутки И не проверять, да, вот в какое время, в какие часы там Как в некоторых там продуктах Иногда бывает в описании Следы ореха Следы ореха и так далее, и других продуктов Вот что творит того Но здесь, если это спортсмен, то плачевные очень И не предупреждают, это правда Хорошо, хорошо, в этом смысле я вас понял Я у вас, то есть быстро уточню тоже, возвращаясь к витаминам У вас нет какого-то там топ списка, что вот эти витамины обязательно всем нужно пить? Нет, если, например, получилось так, что да, какие-то продукты или группы продуктов выпадают по состоянию здоровья Или послеоперационные, да, ослабленные пациенты, период подготовки к беременности Когда потребности организма в витаминах могут увеличиваться Тогда да, назначаются витамины Но это стоит вопрос в том, что это не поливитаминные комплексы, где много разных витаминов Да, это все-таки какие-то моно-такие препараты с определенными действующими веществами, которые оправданы И отнюдь небезопасны БАДы, да, лекарственные растения, которые входят в состав У нас люди привыкли думать, что если там есть трава какая-то в составе, то это безопасно Но опять-таки стоит помнить о том, что разные части одного растения, они могут иметь абсолютно разный эффект на здоровье Многие лекарственные препараты, приготовленные из, ну, БАДы, да, приготовленные из растений Они очень плохо взаимодействуют с препаратами при химиотерапии Об этом тоже нужно помнить У нас стоит вопрос о том, что иногда пациенты не предупреждают химиотерапевта о том, что они что-то пьют И химиотерапевт не видит результата от назначенной терапии Плюс всевозможные, у нас любят спирулину пить, да, вот это тоже популярная водоросль Она сама по себе вообще безвредна, безопасна, но очень часто возле нее произрастают другие водоросли, которые бывают токсичны Очищают ли эти добавки, не очищают или где-то специально выращивают Редкие производители могут указывать, что да Сейчас подали идею производителя спирулины, они будут говорить Именно наши водоросли мы очищаем Ну да Проверяем, где они растут Хорошо Ну и плюс, конечно, есть токсическое поражение печени, да У нас не регистрируются такие случаи от употребления БАДов В Америке есть такая статистика, да, что печень повреждается, причем могут быть необратимые последствия Есть по таким добавкам, как кальция, например, если тысячу миллиграмм кальция человек длительное время принимает вместе с добавками Например, на мужчинах это исследование проводилось, то увеличиваются риски смерти от различных причин, внезапной смерти Если же человек такое же количество кальция употребляет с продуктами питания, то таких рисков нет Получается, что организм каким-то образом, скорее всего, ну это моя догадка, может регулировать, сколько необходимо кальция усвоить, да, из продуктов И каким-то образом наш организм определяет источник, да, вот того или иного элемента В добавках, там же все в легкоусвояемой такой форме получается И в полном размере усвоится, а из продуктов нет Такой тоже вопрос Достаточно много исследований, где проводится параллель между, например, употреблением Тот же витамин С безобидный, да, у нас все любят пить Он на самом деле никак не помогает выздороветь, да, если начинает человек его принимать после первых симптомов болезни Он может немножко сократить период болезни Если возле вас кто-то заболел, вы начали пить витамин С, и вот вы поболеете не 7, не 6, например Ну такая себе, да, эффективность И если ежедневно человек употребляет витамин С, обычно это такие достаточно большие дозировки Плюс у нас витамин С, вот мы один киви съедим, и так уже наша суточная норма будет удовлетворена Очень легко передозировку в своем организме сформировать И здесь риск камнеобразования в почках Ну то есть мы себе из мысли, что я хочу себе благо какое-то сделать, да, купить эти витамины Мы можем себе навредить И даже не подозревать об этом Да Очень долгое время еще Да Спасибо, спасибо большое Я хочу коротенько у вас спросить, потому что у нас не так много времени уже остается Увидел у вас в инстаграме, но понимаю, что не все на вас подписаны Надеюсь, мы это исправим тоже, я ваш аккаунт укажу Несколько недель назад у меня в гостях был Ажибек Жолдасова Это психотерапевт, специалист по деменции болезни Альцгеймера Потрясающий разговор у нас состоялся, потому что она удивительный профессионал, специалист, как я сказал И у вас есть пост о так называемой mind-диете, которая помогает Ну, если не предотвратить, то, может быть, не усугублять вот эти нейродегенеративные заболевания Простите, пожалуйста Снижать риски Снижать риски Можете вкратце рассказать мне, что это за диета и нашим зрителям? Ну, это своего рода есть ДАЖ-диета То есть это... ДАЖ? Да, английская аббревиатура То есть это диета, которая прописана для пациентов с артериальной гипертонией Там больше делается упор на здоровый сбалансированный рацион То есть средиземноморский, скажем так, с обогащением овощей, фруктов, злаки должны быть Плюс морепродукты, рыба хотя бы один раз в неделю должна быть И ограничение натрия, то есть в виде соли, каких-то добавок с натрием И Майн-диета это своего рода более такой гибкий вариант ДАЖ-диеты То есть все равно снова идет средиземноморская диета Но при этом мы стараемся рыбу хотя бы один раз в неделю съесть Когда по средиземноморскому типу питания рекомендуется, ну, не режь двух раз в неделю То есть, ну, вот так вот на минимал, когда средиземноморская диета, скажем так И что интересно, и средиземноморская диета, и ДАЖ-диета, и Майн-диета Они делают упор не только на структуру рациона Но здесь и сон, то есть у нас должен быть сон постоянный Не нужно думать о том, что мы спим каждый день 5 часов и не высыпаемся А на выходных мы можем это как-то компенсировать Нет, это тоже так не работает Мы должны свое время так строить, чтобы мы свое время могли это спать Плюс это питание преимущественно дома Это определенный уровень такой социализации Вот вы сказали, что это не только определенные продукты, определенный рацион Это еще и сон Да, сон, а двигательная активность Да, двигательная активность То есть здесь тоже все в комплексе Мы не можем только сделать упор на Майн-диету Да, с надеждой на то, что риски болезни Альцгеймера у нас сократятся И при этом пренебрегать полностью сном Двигательная активность здесь все должно быть вот в комплексе Без этого никак, к сожалению Спасибо за разъяснение Вопрос от подписчика Как начинать худеть при большом избыточном весе? То есть сразу прыгать до 1200 калорий или как-то постепенно это делать? Нет, ни в коем случае не нужно садиться на такие жесткие диеты Потому что чем больше вес, тем, грубо говоря, больше будет калорийность От которой мы будем отступать и делать дефицит калорий Мы не можем загонять всех желающих снизить вес в рамке какой-то калорийности Какая должна быть калорийность, если это интересно? Мы сначала определяем норму калорий для поддержания веса И потом создаем комфортный дефицит 15-20% Можно абсолютно любым онлайн-калькулятором воспользоваться Чтобы определить необходимое количество калорий Чтобы поддержать свой вес с учетом текущего веса и уровня нагрузки И просто отнять 15-20% Это будет такой комфортный дефицит калорий Он не будет экстремально низким Не будет риска срывов Ну и человеку будет спокойнее, что он не ограничен как-то жестко Потому что да, у нас популярны эти 800-1000 калорий, 1200 1200, да Конечно нет Постепенно, планомерно переходим Да, дойдет вес до какого-то определенного момента Когда уже калорийность нужно снижать То есть та рассчитанная калорийность просто работает как поддержание веса Мой вопрос, мы немного об этом уже поговорили Как отличить настоящего нутрициолога от шарлатана Мы уже с вами сказали, что, во-первых, он не будет давить и запугивать, да? Да Вы сказали Подталкивать к чему-то Второе, наверное, бесконечная рекомендация БАДов Образование, вы сказали Обращать внимание на образование Что еще нужно знать? А если вам назначают какие-то протоколы Например, антикандидный протокол, аутоиммунный протокол То есть это антинаучная, нет доказательной базы Нет эффективности, да, подтверждающей эффективность этих диет И что важно, проводились исследования, да, на пациентах У которых есть аутоиммунные заболевания И такие протоколы не показали никакой эффективности А нутрициолог, который не является врачом Он не имеет права отменять лечение, которое вам назначил лечащий врач Не имеет права компенсировать это лечение добавками, какими-то диетами, да Не имеет права в том числе и говорить вам, что он вылечит вас с помощью диеты Потому что существует очень маленький перечень заболеваний Который действительно, ну, лечится, да, диетой или исключением каких-то продуктов Это же очень популярная мысль сейчас Что можно вылечить, например, аллергию правильной диеты Это неправда Нет, неправда Например, если есть пищевая аллергия То тогда мы просто убираем тот продукт Этот продукт? Продукт, да, на который есть аллергия А чтобы вылечиться какой-то диетой И потом есть этот продукт благополучно Конечно, нет Есть терапия, например, осид-терапия, которая проводится аллергологами При, ну, заблаговременно, до сезона полиноза То есть здесь, ну, вот человек, это медикаментозно Это ни в коем случае не диетами, да, какими-то И есть, также я замечаю, что среди некоторых нутрициологов Распространены какие-то свои собственные нормы То есть по анализам Если мы знаем, что ТТГ у девушки, например Ну, у всех людей до 4 норма У девушек, которые не готовятся к беременности Тоже до 4 норма То некоторые специалисты Ну, так их назовем Они говорят, что норма до 2 ТТГ У вас вот там какая-то субклиническая форма Заболевания щитовидной железы Вот вам аутоиммунный протокол Я художник, я так вижу Да, да, то есть это очень странно Когда есть свои нормы Когда отменяется лечение Когда выставляются диагнозы То есть человек без медообразования Он имеет право это делать Паразиты, слушайте Но это же вредительство Самое настоящее Да Спасибо, что вы об этом сказали Это такая актуальная тема Спасибо, я надеюсь, что Зрители тоже будут обращать на это внимание Есть ли... А, ну давайте я вот так спрашиваю Я думаю, что, конечно, очень интересно Сколько стоит прием у нутрициолога? То есть когда человек приходит и говорит Коррекция веса, вот мне интересно Сколько это стоит, чтобы к вам записать У меня? У вас конкретно Или можете общую, общую рыночную Какую-то цену называть в среднем? Ну, в среднем это от 30 до 80 тысяч То есть в зависимости от спектра того, что входит в консультацию Да, либо здесь может быть даже меньше стоимость Если это какая-то одноразовая консультация Какой перечень услуг, да, скажем так Есть ли персональный план питания, сколько с вами специалист на связи Ежедневно, не ежедневно, в какие часы вы созваниваетесь Сколько консультаций и так далее И самое интересное, ну это может такая боль моя личная, да Нутрициологи, которые выбрали какой-то альтернативный путь Обучение, практики У них очень высокие ценники То есть здесь люди обращают Вы имеете в виду недоказательные, да? Да, недоказательные То есть некоторые люди говорят Ну вот здесь цена за консультацию 100 тысяч Значит это классный специалист А у вас у врачей там 10-5 тысяч за консультацию И ну что вы там У вас, наверное, знаний недостаточно Потому что вы так себя оцениваете Иногда такое мнение тоже слышала То есть цена за консультацию не всегда тоже показатель того Что специалист квалифицированный И имеет необходимые компетенции, чтобы вам помочь Спасибо На кого вы бы рекомендовали подписаться? Например, в Инстаграме Чтобы полезно было Понятно, что ваш аккаунт мы покажем Потому что для меня было очень интересно Даже в подготовке к интервью Я много-много узнал Но кого читаете вы? Я читаю наших казахстанских врачей Которые придержатся принципов доказательной медицины И мы с коллегой Айнур Сатпаева Она живет в Астане Она врач-диетолог, педиатр Мы с ней вместе запустили благотворительный такой проект Врачи КИЗ Такая мини-реклама, если можно Конечно И там мы приглашаем спикерами наших казахстанских врачей Которые тоже придержатся принципов доказательной медицины И у каждого читателя есть возможность задать вопросы То есть у нас была задача показать, что у нас есть классные специалисты У нас есть образованные врачи Потому что была какая-то обида У нас говорят, что врачи ничего не знают Вас плохо учат И нам хотелось показать, что классные специалисты есть То есть врачи КИЗ это такая резервация, где вы собираете лучших проверенных Да, да, которые ведут странички в соцсетях Ну и может быть они не сильно активны, но мы их лично знаем Как хороших специалистов То есть там такая генерация классных специалистов На которых можно подписаться Которым можно прийти на прием И даже если в каком-то другом городе живете И не можете записаться к такому врачу Вы, по крайней мере, прочитаете красные флажочки Как понять, какой гинеколог некомпетентный Какой нутрициолог некомпетентный И понять, к какому специалисту пойти уже в своем городе Супер Врачи.КИЗ или все вместе? Врачи.КИЗ Врачи.КИЗ Я подпишусь обязательно Обязательно Спасибо вам большое за разговор Это было невероятно полезно Очень много новой информации Которую я еще буду переваривать Как и те, кто нас смотрят Я думаю, в завершении Скажите мне, пожалуйста Что можно начать делать уже сегодня Для того, чтобы двигаться в сторону здорового питания? Ну, я бы порекомендовала планировать Потому что у нас очень часто Очень импульсивно получается делать покупки И потом мы понимаем, что мы с этих покупок Ничего такого здорового не можем Или приходится заказывать что-то Да, в том числе Быстрое Поэтому можно спланировать свой рацион С учетом того, что каждый основной Прием пищи должен включать Злаки Сложные, да, углеводы Белки, орешки Молочные продукты Еду для радости Мы можем туда включить, да Нашу, которая нам нравится Сладости, выпечка И просто спланируется Рацион на 3-5 дней Купить продукты И начать делать Потому что просто послушать информацию Сказать, а, ну вот это классно, да И ничего не делать не получится Здесь нужно делать Это навык Учиться здоровому питанию Это навык И чувствовать контакт со своим телом Это тоже навык Который мы можем научиться Но в глубоком детстве мы это умели Мы знали, когда нам хочется есть Сколько нам достаточно поесть Когда остановиться Но в взрослом возрасте Этот контакт мы потеряли К сожалению Спасибо огромное, Анастасия У нас сегодня в гостях была Врач-нутрициолог Анастасия Колпакова Подписывайтесь на нее Очень много полезной информации И, да, это не рекламный эфир, чтобы вы понимали Это тема, которая важна мне Как я и говорил в начале И думаю, что вы тоже сегодня Много интересного узнали Самым интересным Поделитесь у себя в соцсетях Может быть, какой-то отрывочек Вас особенно коснулся Или оказался полезным Сторис в помощь Просто делайте записи кратно И рассказывайте об этом Анастасия, всего вам хорошего Хороших вам Целенаправленных таких пациентов Клиентов, которые будут Не просто слушать Но и выполнять ваши рекомендации Спасибо за приглашение И за интересные вопросы Надеюсь, что это не последний раз И мы с вами еще разберем Кучу вопросов Которых действительно очень много Есть о чем поговорить Да, есть еще о чем поговорить И мы, я думаю, повторим Я Тимур Баламбетов Спасибо вам большое За то, что вы были с нами Подписывайтесь на канал Кстати, интересные вопросы На которые мы не ответили Вы можете задать в комментариях И если будет время Анастасия на них Обязательно ответит Все, друзья Увидимся скоро Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok